В Славянском районе 76-ю годовщину Победы встретили 23 ветерана Великой Отечественной войны. 9 мая к каждому из них домой приехала творческая фронтовая бригада с персональным поздравлением. Одним из первых 9 мая около своего дома гостей встретил Василий Васильевич Вертель, прошедший всю войну. Василий Васильевич командовал взводом разведчиков, участвовал в освобождении Сталинграда, Крыма, Белоруссии, Прибалтики, награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, участвовал в трех парадах Победы в Москве. Я вас от всей души с Днем Победы. Спасибо вам за мирное небо над головой. Спасибо вам за то, что у нас есть возможность сегодня жить, трудиться, радоваться. Вы видите, как все наши коллеги и все наши друзья, с каким удовольствием вас поздравляют, как они вас любят, потому что вы настоящий наш воин, наш герой, Васильевич. И сегодня в мирное время вы тоже остаетесь героем. Вы воспитываете наше подрастающее поколение, вы где-то советуете, где-то входите в положение, где-то ругаете. Так и должно быть, Васильевич. Поэтому вы наш друг, товарищ, наш ветеран. Мы вас уважаем, любим. Дай Бог вам крепкого-крепкого здоровья. Спасибо вам большое. Дальше фронтовая бригада с поздравлениями отправилась к ветерану Великой Отечественной войны Александру Григорьевичу Санину. Фронтовика поздравили и глава района Роман Сенеговский, глава города Александр Берсенев, Славянский межрайонный прокурор Алексей Долган, представители воинской части Славянска на Кубани. Кроме слов признательности, ветерану были вручены поздравительные адреса и подарки. Александр Григорьевич участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Польши, брал штурмом Берлин, награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны второй степени. Еще один фронтовик, принимавший поздравления в День Победы, Филипп Ананевич Дреев. Филипп Ананевич, участник боевых действий при освобождении Донбасса, Украины, в боях под Донецком, на Матвеевом кургане, Филипп Ананевич был тяжелоранен и после излечения в госпитале комиссован по состоянию здоровья. Награжден орденом Отечественной войны второй степени и многими юбилейными медалями. Ветеран поблагодарил всех за прекрасный праздник, устроенный в его честь, за замечательные песни, прозвучавшие для него, и пожелал всем здоровья и мирного неба над головой. От Филиппа Ананевича Дреева фронтовая бригада отправилась к следующему фронтовику. По пути следования жители и проезжающие машины приветствовали праздничную колонну, присоединяясь к поздравлениям ветеранов. Фронтовая бригада остановилась на улице Троицкой. Там живет ветеран Федор Данилович Коваль, который с первых дней войны трудился в госпиталях, спасал раненых бойцов. Я очень признателен всем вам, главой нашей районной администрации, за то, что вы помните о нас, заботитесь о нас, беспокоитесь о нас и поздравляете. День труда – это действительно праздник со слезами на глазах. Не дать Бог вам всем, чтобы всем здесь присутствующим и вашим младшим, и вашему поколению, чтобы пока такие события больше в жизни никогда не повторялись. Это очень тяжело. Федор Данилович прошел всю войну. За мужество и самоотверженность проявленных на полях сражений награжден орденом Отечественной войны второй степени и орденом Красной звезды. В честь ветеранов-победителей фронтовая бригада исполнила песню «День Победы». Это День Победы, пороха пропал. Это праздник с сединою на листах. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».